Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Сложилась непонятная для меня ситуация, а на работе понравился парень. Поначалу я не обращал на него внимания, воспринимал его как обычным, как в секторах у других парней, кто ко мне приходил на работу. Но что-то поменялось со временем, и в один прекрасный день парень со мной заговорил. Узнала про мои дела, и у меня так сильно забилось сердце в этот момент. Я не застенчиво и спокойно общаюсь с внучки Пола, не нервничаю. Я была в недоумении. На тот момент он пригласил меня покататься на машине, но я отказалась, так как знала, что у него есть девушки, они вместе живут. Для меня это неприемлемо в отношениях. Прошло какое-то время, он не заходил ко мне, но мы с ним встали чаще. Ближе к концу лета он стал чаще заходить, и все спрашивал, как мои дела. Запоминал он, то что я говорил, а сам о себе много не говорил, ему больше хотелось обо мне узнать. А на прощение говорил, до встречи. И самое интересное, моего имени он не знал, я-то знал о его имени, и на днях он сделал шаг и спросил, как меня зовут. Получается, мы познакомились так забавно, хотя уже много времени прошло. Еще момент с его стороны, такой набор я заметил. Подумала, может он расстался с девочкой, что он предложил свою помощь привозить работу или на работу, но я отказалась и сказала, посмотрим, что временно. Получается, что я бегу от него, хотя мне нравится, у меня есть причины к нему, хотя я хочу отношений, но как только вижу всю картину, понимаю, что не буду настолько свободна, как сейчас. И бегу в кусты, и образ у меня сильной независимой женщины. И сейчас понимаю, что могу упустить шанс к таким победителям, но и парень просто плюнет и уйдет. Может мне сделать шаг, пригласить его самым на свидание, проявить саму инициативу, раз его инициатива мной не воспринимается. Как улучшить ситуацию, если он снова сделает шаг, я так же откажу, придумаю отговорку и больше избегать буду. Задает вопрос аноним. Что ж, здесь, конечно, есть некоторое противоречие, на что указал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, говоря о том, что вы, с одной стороны, говорите, что для вас неприемлемо, когда парень в отношениях, тем более они живут с девочкой вместе, а с другой стороны, вы говорите, что у вас с ним увлечение, и, соответственно, вы боитесь упустить свой шанс. Первым моментом я бы все-таки выделил именно формирование своей позиции. Ну, то есть, одно дело, если вы готовы быть любовницей, да, или быть готовы вторым номером, это одно дело, вступайте в отношения в таком случае, наслаждайтесь ими, если у вас есть такая возможность. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Другое дело, что устраивает ли вас такая позиция. Это первое. Ну, совершенно очевидно, что, как бы, здесь у вас, ну, присутствует такая вот несформулированность, несформированность вашей собственной позиции. И это может, конечно, ну, достаточно негативно сказаться на вас в будущем, потому что несформированность позиции предполагает, что вот эти вот, ну, элементы несформированности, то есть там, там, где ваша позиция несформирована, там будет позиция, как бы, другого человека, да, и, соответственно, ну, в общем и целом могут быть какие-то вот неприятные моменты, вот. И, как бы, на мой взгляд, довольно большая, как бы, вероятность того, что вы можете как-то вот страдать, ну, например, в будущем, да, вы можете страдать именно из-за того, что ваша позиция как-то не сформирована. Это первое. Второе. Поскольку вы пишете о том, что боитесь, как бы, его инициативы, избегаете его инициативы мужчины, ну, вместе с тем хотите отношения, я полагаю, что здесь есть проблема личной границы. У вас есть, может быть, страх близости, страх близких отношений, вот, соответственно, если это так, то это отдельный пункт, потому что если у вас есть страх близких отношений, то вы, ну, как мне кажется, вполне логично, да, ну, не позволяете себе, скажем так, ну, вот, в отношения вступать, вот, а вам хочется. Только нужно отдавать, ну, как мне кажется, себе отсчет в том, ну, вот, в первую очередь нужно отдавать себе отсчет в том, что вам, вам-то, может быть, не отношения как таковые хочется, да, и не человека, например, счастливым сделать хочется, да, и там, условно говоря, не делать что-то для человека вам хочется, а вам хочется, ну, как-то, вот, расслабиться, да, вам хочется, ну, быть, может быть, психологически по свободе, вот. И правда заключается в том, что это не то же самое, что хотеть, ну, что-то для кого-то сделать, вот. Это не одно и то же. И, соответственно, необходимо отделять одно от другого, да, то есть, когда парень вам, там, условно говоря, к вам подошел и спросил, как у вас дела, да, у вас забилось сердце. Важно, важно для самой себя попытаться понять и увидеть, вот, что вообще это значит для вас, что у вас забилось сердце, что это для вас означает. Может быть, вы увидели для себя возможность какую-то, да, вот. И появилось, ну, вот такое, можно сказать, можно сказать, довольно сильное желание, там, отношений и так далее. Только это желание проистекает в данном случае, повторюсь, не из того, что вы хотите что-то для человека сделать, а из ваших, из вашей собственной, ну, из вашего, можно сказать, так, тяготение своей, вот, своей, своей позиции сильно независимой женщины. Потому что что такое сильно независимая женщина? Это та, которая, вот, не позволяет себе, там, каких-то слабостей, не позволяет себе каких-то эмоций, не позволяет себе выражать свои желания, не позволяет себе просить, ну, может быть, помощи, да, если и хочется, не позволяет себе просто запрашивать, ну, запрашивать, скажем так, какую-то обратную связь, когда она ей нужна, вот, понимаете, да, поэтому тут, как бы, момент, эээ, вот в таком, момент в том, эээ, что для вас значит именно, эээ, вот, забивое сердце, от чего, увлечение, что у вас, эээ, к чему, к чему, хотите-то вы, эээ, отношений в чём, просто понимаете, эээ, эээ, что значит, ээээ, хочу отношений, да, хочу отношений, да, хочу отношений, это, я хочу некий объект, во, эээ, во взаимодействии с, ээээ, с человеком, то есть, нужно увидеть, что, ээээ, сам человек, ээээ, здесь, ээээ, сам человек, ээээ, он, ээээ, в какой-то степени, ээээ, вторичен, именно, вот, сам человек, вторичен, здесь важнее то, что меня интересует, вот, ээээ, что-то во взаимодействии с ним, и я этого жду, понимаете, но ведь, эээээ, ещё важно и то, как вы видите самого человека, видите ли вы его целиком, принимаете ли вы его сейчас целиком, в том числе тот факт, что он с девушкой, и, эээээ, например, ээээ, допустим, тот факт, что вы можете там, ну, грубо, эээээ, грубо говоря, там, ну, как бы, ээээ, быть на вторых, на, на вторых ролях, понимаете, ну, вот, как бы это, ээээ, очень важный момент, эээээ, если вы, ээээээ, ну, вот, в данном, не, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то могут быть весьма серьезные трудности, потому что у человека могут быть свои, как бы, мотивы и с вашими мотивами они могут, в общем и целом, не спадать. Поэтому я бы сказал, первое, это поработать со страхом близких отношений, со страхом, со страхом, вот как раз, ну, со страхом сближения, вот, это первое. А второе, это определиться вообще в том, какая вы, да, какой хотите быть, какие у вас желания, и вы находитесь вот в позиции сильной, независимой женщины, ну, скажем так, так, потому что выбираете ею быть, или вы находитесь вот в позиции сильной, независимой женщины, потому что по-другому как-то вот не умеете, или по-другому боитесь, или когда вели себя по-другому, то, ну, был вот какой-то негативный опыт, ну, болезненный опыт и так далее. Есть же причины, по которым на данный момент времени вы без отношений. Ну, вот, я не в том смысле, да, что вы должны обязательно быть в отношениях, нет. Я именно, вот, в том смысле, ну, в том смысле говорю, что, ну, есть какие-то причины, по которым, по которым вы, ну, не в отношениях, не в отношениях, вот. Я вот, как-то, ну, как-то, как-то я больше, про это больше говорю, да, вот. И вот на это нужно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, обратить вам, вот, свое внимание, вот. Потому что, чтобы, ну, не было вот такого, да, чтобы не было такого, что вы вступили в отношения, да, там, ну, будучи неосознанно, да, то есть неосознанно как-то, вот. Я думаю, что вряд ли вам этого хочется, и нам тоже хотелось бы, ну, вам помочь и сделать это, грубо говоря, максимально конструктивно. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что вы можете, можете, вы можете делать что угодно. Вот. Вы можете, там, грубо говоря, ну, поступать как угодно. Но вопрос, вопрос именно вот такой, ну, как бы, с субъективной стороны, да, вопрос с субъективной стороны, он остается, он никуда, ну, не денется. Вот. И если будет вот такая ситуация, что вы в отношениях будете пытаться решить свои проблемы, да, пытаться, ну, что-то вот, там, грубо говоря, добрать, да, да, ну, например, ну, например, что-то добрать вы будете пытаться, ну, как бы ничего хорошего из этого не получится, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. И вы можете вполне только лишь ещё сильнее убедиться в том, что существуют какие-то, ну, негативные тенденции, которые сейчас блокируют ваше более естественное поведение. Вот. При этом обратите внимание, вы говорите, с одной стороны, что вы не стеснительно, да, вы говорите, с одной стороны, что, ну, вот, что я не стесняюсь, да, вы говорите, с одной стороны, что, эээ, свободно я общаюсь, как бы, с мужчинами, да, вот, с одной стороны, вроде бы, вы говорите так, а с другой стороны, вы говорите, что, эээ, я сбегаю и так далее. И, может быть, вы избегаете это и не случайно, то есть, может быть, эээ, как бы, ваши опасения не имеют под собой, эээ, как бы, основания, в данном случае это основание заключается в том, что, эээ, мужчина, он, эээ, как бы, не свободен. Но, почему-то, в какой-то момент вы, эээ, просто от этого отказываетесь, и, как будто бы, эээ, ну, эээ, вот, именно, что отказываетесь, как будто бы, от этого, вот. Пытаясь, словно бы, доказать себе, что, ну, вот, эээ, я, вот, эээ, хочу вступить в отношениях с тем, кто не свободен. Ну, возможно, именно поэтому он вас и привлек, вот, что он не свободен, но проявляет к вам симпатию, и вы знаете, что, эээ, ну, каких-то, серьезных отношений с ним не будет, эээ, и, сердце ваше бьется не от чувств к нему, да, потому что, ну, вы его не знаете, и, эээ, пока что, а именно из-за того, что это, вот, возможно, ну, как бы, эээ, возможность доказать себе, что отношения, это, эээ, не для вас, например, вот, поэтому, эээ, с этим нужно разобраться, вот, отграничить одно от другого, и дальше уже, эээ, смотреть, как и что делать, в какую, ну, в каком направлении двигаться. То есть, например, например, да, эээ, никто не говорит о том, что вы не можете попить кофе, вот и пригласите его попить кофе, например. И, задайте вопросы, которые вас волнуют, или выразите позицию, которую вы написали здесь, эээ, так, между прочим, что если, вот, эээ, там, у парня девушка, то для меня это неприемлемо в отношениях. Только нужно иметь в виду, что когда вы упоминаете об этом в тексте, то есть, когда вы говорите, что для меня неприемлемо, вот, то, что, эээ, ну, что мужчина живёт с девушкой, вы говорите, эээ, скорее всего, эээ, о неком опыте. Опыт, скорее всего, негативный. Вот. И то, что, эээ, понравился парень, но поначалу вы не обращали на него, эээ, внимание, говорит о том, что, скорее всего, что вам он понравился лишь в определённом образе, и вот, что это за образ, также желательно выяснить, потому что реальный человек и его образ могут существенно отличаться. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Ну, психотерапии!